Хм, здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. В «Ины на Землю» мы продолжаем проходить особый ивент. Глава вторая за десептиконов, но прежде чем мы продолжим, давайте-ка... Да, я сначала отправлю кое-что на прокачку. И его прокачиваться это всё будет очень-очень долго, как я понял. Поэтому чем раньше, тем лучше. Что-то здесь. Сейчас, наверное, кто-нибудь зарядит непомерную цену. А, тоже 1600. Здорово. Интересно, у меня там в запасах есть что-нибудь? О, есть. Есть, 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 есть. Есть в запасах. Окей. Здорово. И плюс ко всему я ещё могу заниматься ещё кое-нибудь прокачкой, потому что у меня, так сказать, эти... Три страйбота теперь. Что не может не радовать. Ну, наверное, последний страйбот у меня будет на прокачку ботов уходить. Или там страйбот, по-моему, не нужен. По-моему, не нужен. Ну да ладно. Мы отправим на прокачку бота, а потом мы отправим на прокачку ещё что-нибудь на базе. И если она отправляться не будет, значит страйбот задействуется. Но это я потом попробую. А касательно второй главы. Первобытная искра. Не жди добра десептиконов. Ну давайте воспроизведём передачу, посмотрим, что же у них там. Вроде они там кого-то выцепляют. Динобота версии 2.0. Посмотрим. Может, подоробимся, Тарантулос? Это только вопрос времени, когда истечёт легендарное ограниченное терпение Мегатрона, и он придёт за мной. Ага. Боится его? Это очень узкое окно хронологического захвата. Динобота распитал, эээ, существовал только в очень короткий промежуток времени. Вот как. То есть вы в свой отряд собираете бойцов, которые недолго жили? Ну, чё я могу сказать? Это как с тем ивентом, когда там мы возьмём, смешаем там искру с павшим бойцом, и это будет неостановимая сила. Только учесть... А, почему неостановимая? Потому что половина от этого бойца, то, что его осталось, она обеспечит невероятное могущество. Возникает вопрос, как он тогда, будучи целым, умудрился до этого развалиться? Этот вопрос, видимо, никто не задаёт. Так и здесь. Этот существовал в очень короткий промежуток времени. Будем надеяться, что он не пал в битве, а... Просто какая-нибудь аномалия была. Нужна точность, ловкость, сноровка, и желательно, чтобы кто-нибудь не дышал мне в затылок. Подождите. Установлена темпоральная стабилизация. Прекрасно. Скорее начинайте. Пропусти его, Тарантулос. Великий Мегатрон. Сбинатор несёт плохие вести снова. Пожалуйста, не стреляйте в гонца, как обычно. Ха! Ай, блин. Прям как в Скайриме. Гонец прибежал. Хоть ты покойник, хоть ты в другой параллельной селенной. Но если тебе передали письмо, он тебе с скотиной всё равно его доставит. Даже на тот свет. Неостановимый гонец. Ну да ладно. Что случилось, Аспинатор? Я занят. Предоконы прибывают. Имбецил. Мы это знаем. Аспинатор не имел в виду динобота-предокона. Леди-паучиха. А предоконов? Ага. Тогда мы должны поторапливаться. Чего? Я имел в виду поторапливаться. Ну ладно. Допустим. Короче, он там что-то имел в виду. Все что-то имели в виду. Будем надеяться, что там реально призовут кого-то очень крутого. Там динобот-трансметалл это уже как бы настраивает на нужный лад. В кавычках. Так, а может быть я смогу себе заказать гештальта? В этом моменте награды строятся в зависимости от уровня отряда. Значит, можно попробовать гештальта. Давай, перезаряжай. Во! Здорово. Значит, не предоконы, а предоконы. Типа вот так вот, да? Как это понимать? Предоконы. Может быть из другой вселенной предоконы? Или... Блин, фиг поймешь. Это как и фракция в Зеринах Войнах, так и... Другая фракция из другой вселенной, может быть... Не знаю. Короче, вызывает предоконы. Так... Ага... Ай... Во, отлично. Зря он расставил близко эти орудия, то есть время полезного действия было крайне маленькое. Очень маленькое. Охереть, какую мать. И... Слушайте, по-моему, тут даже, наверное, этого вызывать не потребуется. Я-то думал, гештальта вызываем, а они тут все склеились. Без гештальта. Еще и красный кримзик у нас. Это отдельно радует. Кримзик-кримзик-кримзик-кримзик. В количестве... Кто вылез такой? Первым делом голограмму убил. Ничего себе. У него еще дрель в руках какая-то. А, или это щит был. Ха-ха-ха. Ремонтника вызвали. Ха-ха-ха. Десептиконского. С дрелью вылез. Он там че-то чинил походу и вызвали в десептиконские штабы. Тут не вовремя прибыли автоботы. Понедельник не задался, как говорится. Да, однакось. Остается только посочувствовать. Но у меня что-то такое чувство не покидает, что рано или поздно классический мегатрон и мегатроны с эпохи битвы зверей, они столкнутся в битве. И учитывая опасения, опасения мегатрона, который видит динозавра, все-таки классика, скажем так, дает о себе знать в правильном аспекте. Вот эта вот сраная турель там, она, вон видите, регенится. Ты ёптай. Переместил, называется, камеру. Он взял, задеплоил. Деплоил. Оптимус, запой. Ну. Ещё есть. А, блин, он сейчас регенится будет, да, зараза? Давайте-ка Кримзика выпусим. Кримзик, ну-ка вперёд. О, Кримзик, ты реально могёт, как я вижу. Ну-ка, давай-ка сюда, вот так вот. Чё-то мы опять кого-то профукали. Да что ж, ещё кого-то. Так, 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 вот у нас бой ведётся. Обмен ударами. Прол проигрывает. Блин, Прол проиграл его всерпом. Как в поговорке, по одному месту. Ну да ладно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ё, какой кошмар. Так. Всё. Сражался бы с ним, с ним бы Тайгер Хог бы, да? С этим Десептиконом. Десептикон бы не знал бы куда бить. Тайгер Хог-то у нас особенный. У него перья, так сказать, во всех местах. Поэтому там опасно орудовать серпом. Ну да ладно. В общем, ждём энергопролитного столкновения в лице двух мегатронов. А автоботом чё остаётся? Автоботом остаётся усесться поудобнее. Взять энергопопкорн со сплавом, да? И наблюдать за всеми этими событиями. Чувствую, примерно так оно и будет. Ладно, давайте-ка тогда закончим тут. И продолжим уже, как обычно, всё в следующих сериях, в следующем ивенте. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения. Во вселенной Трансформеров, снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Хребтого здоровья и приятного настроения. Храни вас праймус и юнигроном. Пока-пока.